Вот это реально интересная информация. Тише. Мои, да, любимые? Это вторая часть. Первую ссылку оставлю в комментарии, подсказку оставлю. Единственное, забыла сказать в первой части, что все мои рекомендации, которые я давала, девочкам также можно использовать абсолютно спокойно, естественно. Тогда я побыстрее, побыстрее. Все, записываю вам сразу вторую часть. Значит, сегодня поговорим о чем? О девочках. Я имею в виду не об игровых задротках, да, а как же нам выходить из этого состояния, и как же нам забирать огромный пласт вот этих девочек, да. А девочки нам нужны? Девочки нам нужны, конечно, естественно. Девочки нам не нужны. Я сейчас не говорю про то, что вы обязаны там сразу жениться, да, или что-то в этом духе. Нет, мы сейчас будем говорить о том, что, например, у вас вообще нет никакого женского окружения. И вот то чушь, которую я слышала вообще, ну, как-то, в принципе, блогеры там пытались разбирать, да, вот. Ищите девочек по интересам там, и все в этом духе, блядь, забудьте эту историю, короче, ужас какой-то вообще. Значит, о чем речь, да, видите, у меня постоянно что-то тут перекрещивается. Ну что, что такое? Блядь, а можно это было вырезать? Аксессуарами по поводу того, вот, особенно... Блядь, пиздец, ну что проблема это вырезать? На таким вот они поставили. Камеру не протерла, блядь, какую-то хуйню не убрала. Ну, колье, брелок, неважно. Ёбаный в рот, давай лучше рассказывай уже по фактам. Че там, как девочки? Тай, ну куда-то вот. Вот я ебаный задроты, у меня 5000 ПТС, сука, у меня нет жизни. Я прихожу на учебу домой, клавиатуру мышкой, это моя семья. Как мне выйти из этого положения, давай. Вот, куда-то вот они переделываются, да, все? Нормальный вид? Нормальный. Я даже балкон уже себе открыла, надеюсь, никто больше орать не будет, а то иначе я тут задохнусь нахер, потому что я выключила себе вентилятор, чтобы не было шумно. Если я еще и балкон закрою, я вообще тут помру. Значит, по поводу этих девочек, да, вот есть такая тенденция, что, особенно наши игровые задротики, а мы уже выяснили, что они, конечно же, невротики, естественно. Все, они боятся, там каждый чихпых с этими девочками, да, вот все, им больно, эти отказы слушать им больно, и вот эти им не отвечают, пятые, десятые им не отвечают, и все в этом. Знаешь, что мы делаем с этой историей? Конечно, надо что-то с этим делать. Естественно, надо. Так, блядь, скажи, что? Конечно, надо, естественно. Потому что мы уже разобрались. Я уже две минуты на один и двадцать пять лет сворились, да? Что за вас выходит как раз-таки замуж? За математиков, программистов, за тротиков, вот этих всех выходит замуж. Потому что у вас огромный пласт вот этих личностных прекрасных качеств. Какие вы умники, какие вы хорошенькие, какие вы спокойные, мудрые, какие вы верные, преданные. Ну, конечно, конечно, все девочки потом бегут за вас замуж, естественно, сидят с вами по гроб жизни, и детей от вас сражают, и все в этом духе. Значит, мы сейчас не берем аспект того, что вам надо срочно жениться, срочно, когда вы эту женщину постоянно видите, там, 10 лет назад, да? И у вас вообще вы ни с кем не общаетесь, или общаетесь только под алкогольным опьянением, потому что вы боитесь этих женщин. Опа, тихо-тихо. По-моему, спустя три минуты пошла информация. Так, секунду. Она мне не понравится, или что-то еще, я уже понимаю, что я не хочу с ней строить семью. Вот это я не буду писать, потому что она какая-то кривая, косая, хромая. Блядь, я понял, нахуй, дальше идем. Это я не буду писать, потому что я боюсь, и все в этом духе. Это огромная ошибка. Почему? Потому что, когда придет по самому делу... А, во, тихо, информация, тихо-тихо, ошибка, так. Которую вы влюбитесь, которая будет идеальной, вот в вашем понимании, вот такая должна быть женщина. Вот такая, то есть вы вот такую ждали. Вы обосретесь на месте, вы к ней никогда не подойдете. Никогда. Потому что ваш опыт показывает, что вас отшивали, вы уходили, и вообще все это было неприятно, и вам это все не нравилось, вы к ней не подойдете, вы ее пропустите. Ну да. И че? Завою эту женщину, потому что ваша степень важности, она вообще на небесах, она в максимальном формате. Понятно? Вот такого быть не должно, а чтобы не было этой максимально... Короче, ебемся со всеми. Важности, как нам ее снизить, эту важность? Как нам перестать бояться этих женщин и считать, что это какие-то вообще просто... С луны какие-то свалились вообще с другого мира, и что делать с этими женщинами вообще непонятно, да? Потому что нам же непонятно, что делать с этими женщинами потом. Она же начинает... У нее есть какие-то хотелки у этой женщины, да? И все в этом... Значит, что мы делаем? Да? Во-первых, спокойно, не надо обсиратушки делать, не надо. Все нормально, потихонечку. Что мы делаем? Если мы, люди, живем, значит, в интернете, мы пишем ни одной девочке раз в 6 лет, мы пишем 20-ю, 50-ти девочкам. Все. Понимаете? Мы свой ракурс внимания распределяем на огромное количество женской аудитории. Потихонечку, потихонечку. Если у нас вообще нет никаких девочек в окружении, и мы вообще с ними не общались, не надо искать подругу, никаких подруг не бывает. Не бывает никакой дружбы между мужчиной и женой. Ты права, ты права. Вот ты права. Вам нужно просто наладить какое-то маломальское общение. Но бывает, бывает исключение из правил, когда кто-то в паре, ну типа мужик-женщина, гей, все. Там никак не получится, сука, поебаться. Просто никак. Ну, физически не получится. Ну, хотя, ну, блядь, ради прикола может быть. Бля, короче, хуй знает. С женщинами. Ну ладно, может, может быть, хуй знает. С девушками. Чисто ради паров луну. А для этого, это вообще не должно быть много. Они могут вам не нравиться. Нравиться. Это вообще не важно. Они могут быть кривые, косые, хромые. Вы понимаете, что вы не будете никогда там к ней лезть. Не важно. Короче, главный совет вам за дротом. Не отбрасывайте варианты. Первый увидели, сразу в полет. Дальше разбирайтесь. Поняли? К вам на это сейчас говорят, ребята. Надо просто перестать бояться этих девочек. Понятно? Значит, мы берем, находим в интернете, идем на сайты знакомств. Не важно, просто переписываемся. Особенно на сайтах знакомств девочкам. Девочкам очень не хватает вот этих адекватных парней, не которые будут члены постоянно кидать, что они постоянно делают. Да, говорят, девушка, вот это вот. Нет, мы просто общаемся. Привет, привет. Они там очень активные, девочки. Все во всех этих сайтах знакомств. Потому что они просто тоже хотят пообщаться с мужским населением. Просто пообщаться. Честно говоря, что-то, блядь, я сомневаюсь. Зная, какие, блядь, мужики нахуй, я думаю, что им, блядь, ну, типа, нахуй общение не нужно. Они максимум заходят, типа, так, найти секс, все, блядь, поебался, иди нахуй, долбоеб. Для с тобой еще общаться. Ну, потому что, давайте честно, когда пацан вырубает нахуй, вот, получается, вот это, какой-то, какую-то логику, начинается ребенский момент, момент ребенка. Мы просто-таки сидим, смотрим на любой предмет, и такие. Блядь. Ебать, шапка. Блядь, и говорю, это пацаны... Ой, мокро. Понимаете? Поэтому, ну, поэтому мы мало живем. Че уж греха таить. Не надо находить только задроток. Не надо. Нет, мы берем все сферы деятельности. Все. Потому что, как только вы начинаете утопать, вот это и есть такая дебилистическая мысль у игровых задроток, что, чтобы, значит, я с ней жил комфортно, мне нужна такая же, как я, могу им играть с ней по 12 часов в день. Вы что, сумасшедшие, что это? Вы себя, вместо того, чтобы вытаскивать в этот социум, вы еще сильнее закапываете себя в эту могилу. Да не будет никто играть с вами по 12 часов. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ подойди сюда у меня вопрос есть тебя просто не слышно будет ты играла в доту до наших отношений часто-часто после наших отношений человек роду постоянно говорит периодами балоран там да сейчас самый важный нелечка скажи пожалуйста кто для тебя ребята которые вот их берут на кора допустим вот на пятую позицию пуджа а на керри леона можешь по громче сказать нихуя микрофон не захватил слышали или тоже не слышали никто не слышал нелепейте говорю там нихуя не слышны стоит ведь она уже выёбывается типа даже не слышно нахуй не это все чушь какая-то мечта короче сказала что ебаные хуй сос и минус птс фическое нет вам нужна женщина которая будет вас мотивировать и стимулировать выходить из этого дома они оставаться в этом доме еще сильнее поэтому мы берем так дома прикольно дома вкусно есть поесть туалет никто на тебя не орет не отпиздит случайно еще окошечко можно открыть подышать свежим воздухом доставочка если что есть да я тренер же тренажер поставил поэтому я позаниматься тоже могу спортом наху я вообще выходить из дома тут нахуй мне траву трогать когда блять на нее ссал какой-то бомж сто процентов этой ночью я думаю собянин сука сам это не убирал блять это все впиталось разных девочек из разных сфер деятельности мы абсолютно спокойно если мы вообще давно не видели женщин мы идем абсолютно спокойно в стриптиз клубы на всякие танцы мы себя туда тащим я не хочу тебе стриптиз клуб лет там женщины обязательно потом а в этом смысл типа так нахуй стриптиз клуб придумали когда в этом же но это просто ланте логика ну что в вашей голове уже настолько все это максимализировал что уже не знаете что делать с этими женщинами мы абсолютно спокойно это делаем это нормально все мы это делаем мы я не буду этого делать нахуй оно надо идем нет у меня пришла за ей женщина но вот если бы не был я царался без клуба не пошел нахуй ну надо по всякий стриптиз клубы и смотрим на этих девочек все абсолютно спа просто ну смотреть меня я прихожу стриптиз клуб представим да вот ну я просто не так это выглядит но представим допустим я ну естественно у меня одна ассоциация с gta 5 сервис клубом ну и готова сити и клуб малибу не будем об этом в общем я захожу получается и там стоит женщины и такая с квадратными сиськами говорит хочет хочешь блять я потанцую тебе мы заходим блять я я ложусь нахуй у меня камера уходит за стенку в текстуры блять я нихуя не вижу ну и смысл от этого секса покойно чтобы а это как знаете это когда вы пришли какую-то устраиваться корпорацию очень серьезно также всех стрип из клубе выглядит правильно все да например и там мы как это багает сильно первый день вас штормит но когда вы проработали там пять лет вам уже похер вообще на все что там происходит вот такое должно быть отношение вам должно быть похер но это надо вырабатывать это не хочу вырабатывать я хочу в доту играть же можно сравнить например если вы задроть еще к вашу не были этим задротом такое главное задротом по разным вещам я был задротом по песочнице потом я стал задротом по гаража прыжком потом я стал задротом полпи старета пуля нью потом я стал за дротом по взять дерево и скотать ртп г нахуй потом если задротом по футболу потом и стал задротом по доте понимаешь и вдумайся я от песочницы до доты дошел оцени этот путь женщина у вас ничего не пути восхитись началась боссов в этих не били и все в этом духе но вы научились вы прокачались вы уже понимаете так тут надо так тут надо так тут надо так все то же самое с девочками еще раз мы абсолютно спокойно ходим на этих девочек и смут лучше подскажите как найти пару асексуалу неужели без секса нельзя построить хорошие отношения блять вообще на самом деле я думаю можно но кроме шуток мне кажется можно но надо чтобы у тебя получается партнер был ровно такой же секс очень важная часть в отношениях но она только в начале сильно решает последствий становится просто немножко плохую вы все вас удержится на взаимоуважении ну взаимоуважение наверно да пожалуй да то есть он просто на теле такого же асексуала и как-то вот пройти вот по этот момент букетного периода я просто не знаю как он у вас выглядит это поэтому мне сложно но мне кажется возможно почему нет как можно быть асексуалом который ищет отношения опять же я тебе говорю если ты асексуал возможно ты просто хочешь типа человека рядом понимаешь который тебя будет поддерживать в этом же главная суть отношений понимаешь они ебаться то есть если вы ищете отношения того чтобы заняться сексом блять вы тупой ну блять извините вы реально тупой потому что это ну потому что тупо блять отношения нужны только для того чтобы у тебя был рядом человек который будет себя поддерживать в случае чего который станет твоей половинкой который ну с тобой пройдет до кону путь до конца жизни твоей он рядом с тобой будет понимаешь вы вместе будете идти ты будешь им помогать и он тебе будет помогать или она там ну неважно соответственно ну блять вам просто ну надо найти такого же человека как вы его вам будет легко я я так предполагаю опять же мне сложно нормально что-то говорить относительно партнерства асексуалов потому что я не являюсь таким но я предполагаю что это работает именно так чисто точки зрения логики естественно как они танцуют как они двигаются все нормально мы абсолютно спокойно общаемся с огромным количеством а вообще ты просто на мужика нормального не нашла бля девочек разных возрастов если вам 30 вы общаетесь из 25 летними из 30 летними из 35 летними из 40 летними вы тоже спокойно общаетесь все как только вы значит а уже понимаете что вам в принципе нормально для вас уже станок вы должны словить себя на мысли о том что когда вы переписываетесь с этими девочками вас ничего не к девочками лежит все может девушками блять по вас не корежит у вас нет вот этого страха у вас нет этого тремора вы привыкли переписывая привык общаться с девочками я привык общаться с девочками вот с этими девочками писать надо первым конечно же первым писать это нормально все блять не интересно есть человек который боятся писать в чат потому что там женщины задавать ей вопросы и вести диалог диалог диалог, диалог. Если есть возможность, и, например, эта девочка из вашего города, вы можете не звать ее на свидание, потому что вы обосретесь от страха. Нет, нет. Мы спокойно приглашаем ее в дотку сыграть турбо. Например, ну, просто походить, погулять. Просто так и говорим. Или она будет баратрумом елавсилером, я буду залезать в нее, и мы будем кататься по карте вверх-вниз. Давай пойдем погуляем. Все. Если вы можете решиться на это свидание, вы приглашаете девочку на свидание. Не, ну реально, зачем тратить бабки, блядь, на такси, нахуй, когда она может пикнуть баратрум, а я в нее залезу. Ну или, блядь, окей, я могу пикнуть баратрум, я в принципе не принципиально. Я современный человек. Вы покупаете цветочки, вы открываете двери, вы взращиваете в себе этого воспитанного, приличного, порядочного мужчину. Понятно? Все. Вот такая вот история. Если вы не можете дотащить себя на это свидание, дотащите себя просто посидеть где-нибудь с ней. И, мальчики, пожалуйста, я понимаю, что сейчас у нас какое-то дебилистическое равноправие все в этом духе, но порядочность мужчины никто не отменял. Ну да, согласен, что я пикну, а потом она... Открываем, девочки, дверь, мы платим счет в кафе, абсолютно спокойно, вот без этой дури. Дури. Да нет, нахуй, блядь. Если это первое свидание, я в жизни не заплачу, блядь, за девчонку, если ну, у меня проблемы с финансами. Купила, блядь, я кофе, плати за него, у меня еще похуй. Ты, возможно, пришла покушать за мой счет, у меня еще поебать. Вот если у нас с тобой отношения, базару нет. Я заплачу за тебя, где-то ты за меня заплатишь вообще без проблем. Но я ни нахуй не буду платить за вас там что-то, дойдите вы нахуй. Хури. Потому что, особенно если у меня проблемы с финансами, я понимаю, если бы был каким-то богатеем, когда знаешь, блядь, 500 рублей, хуйня, давай, 2000, блядь, давай сюда, нахуй, я, блядь, я без проблем, я вообще нахуй, блядь, 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 блядь. А если, сука, у меня вот на кошельке 1000 рублей, ну блядь, еди нахуй, плати за себя. девочки очень много тратят сил на то чтобы ходить с вами на свидание и очень бля бедный пиздец бедный реально реально вот простите девчонки вы реально тратить очень много сил когда ходите с нами на свидание какие же вы бедные пацаны же не устают вообще точно они же просто ну типа они наслаждаются вашим присутствием девчонки в этом все делать дорогие друзья мы кайфуем и мы благодарны миру что создали женщин поэтому кайфуем блять много денег пожалуйста помните об этом не надо жить в этом мире вот этого пополам пополамщичество да платите за женщин везде на бесконечного дебилистического нет потом заработайте на хату разведитесь отдайте и половину и хаты блять мы русские девочки все-таки такие же меркантильные как и вы поэтому пожалуйста учитывайте эту особенность это нормально так если вы такие же меркантильные суки должны понимать в чем прикол ёбаный в рот нормально но если вам попалась такая же пополамщичество как вы хорошо все попалась нормально попалась ну бля да да тут наверное конечно будет упоплотить за нее блять типа вдруг нормальная женщина попалась а вот если блять его ну терпите блять и вы видите что она обычная хорошая нормально приличная девочка в абсолютно спокойно платите эти три копейки да то есть если вы нормальной женщины вы платите за себя если вы нет ну пацаны терпите блять вы не ходите в ресторан пушкин чтобы а вопрос а нахуя тогда нужны такие женщины ну ты просто можешь уйти к нормальной давать по 20 по 15 тысяч рублей нет вы платите спокойно за кофе ведете ее в кино это может позволить и любой абсолютно адекватный 30-летний мужик все если вам 16 лет это одна история но если вам 16 лет вы окружены этими девахами либо в универе либо в колледже либо в школе это нормальное состояние то есть подожди то есть 30 лет если допустим у меня тоже там проблемы с финансами я прихожу на свидание первый раз не плачу то получается ебать я лошара ебаный или как это работает в ее голове ну начнем с того допустим у меня очевидно есть деньги реально очевидные деньги я не боюсь их потратить на случай там чего там на благотворительность и так далее у меня нет с этим проблем но я сука считаю нахуй рублей и если есть шанс экономить блять я буду экономить нахуй я буду экономить потому что ну хули нет это я сейчас говорю про тех мужчин которым уже там 30-35 и все в этом духе нет все абсолютно спокойно взращивайте в себе это приличное хорошее поведение потому что только на это приличное хорошее поведение пойдут эти хорошие девочки если вы будете вот эти пальцы веером бесконечны это я не буду это я не хочу и вы будете говорить постоянно только себе никакая приличная девочка туда не придет придет какая-то сера глухонемая фаянцевая сирота а вам она нужна вот это ваза который будет стоять в углу нет хочется себе живую женщину если с таким раскладом можно купить себе резиновую сейчас вообще какие-то там стали игрушки очень интересно ну тогда блять ты могла бы на этом ролик закончить на самом-то деле но по факту это что даже женщина полностью не нужно да понимаете и и все и можно то вообще ничего не делать нет нам нужно живая женщина живая а живая женщина с горящими глазами она постоянно чего-то хочет куда-то хочет ходить и все в этом духе все так пусть идет я тут причем блять и мы это мы это одобряем и мы ходим все мы можем дотащить себя на это свидание спокойненько парке маленький какой-то ресторанчик все мы пообщались все хорошо никто с вас на какой ресторанчик блять максим вкусные . и все ничего не требует не надо причем где там вкуснее эти мозги не надо ебать жениться все в этом духе вы должны просто заставить себя это делать а заставляем и точно так же как и в прошлый раз я говорила ой а пол шажочка можем переписываться мы начинаем переписываться можем созвонить ты верно объяснил я при общении сразу говорю что новосекс такое чувство что человек в уши долго белые думай что меня можно так исправить будто я не пыталась и человек платите сами за себя но блять ну как бы если без шуток я уверен что многие думают то что асексуалов можно изменить ну типа просто нормального мужика не было я уверен в этом многие думают или многие такие в начале думают не ну блять ну короче они просто не понимаешь вот такой асексуал�� yes maine ну просто не понимают но не получается людям понять что поделать Поэтому Я говорю, найдешь 100% такого человека, как ты 100% Так что не переживай Там уже вы решите Поговорите, там проблем не будет Я думаю, там даже если У вас и будет секс, то скорее всего Больше, наверное, если, конечно Захотите, вдруг продолжение рода Все, максимум И то, если захотите, вдруг Так что похуй, все будет хорошо Мы начинаем созваниваться, потому что Сейчас тоже пошла какая-то тенденция, никто никому не звонит С херали никто никому не звонит Обязательно звоним, обязательно звоним Общаемся голосом, можете общаться по видеосвязи Общаемся по видеосвязи, можете вытащить себя На улицу, сходить с этой девочкой Макс, ты не асексуал? Не Я, блядь, не Блядь, идете и тащите себя туда Обязательно, но жениться, мальчики Надо, не просто потому, что Ну, в принципе, неплохой вариант, вот так жениться нельзя Жениться надо только на женщине Если вы считаете, что это Эталон той женщины, которая должна быть Вашим, в первую очередь, пониманием Охуенно, звучит очень круто Очень, наверное, и правильно для кого-то Потому что, ну, если ты любишь человека, женись на нем Только у меня вопрос А что тебе дает женитьба? Ну, вот просто, зачем? Вы живете вместе, у вас, по сути, уже гражданский брак По крайней мере, ну, уже считай, да? Логично Вы живете как семья Зачем тебе жениться? Для чего? То есть, когда ты, получается, идешь на такой шаг Ну, и ты, во-первых, свяжешь себя с человеком уже 100% При этом Ты, единственное, что получаешь плюс Это Можешь заходить к этому В больницу, если вдруг случится что-то с твоим Человеком там В палату, вместе с ним будет рядом Второе, если вы посадите в тюрьму Собственно, вроде на этом плюсы заканчиваются А вот минусов Это брак и разводный процесс Если вдруг что произойдет И деление имущества Что тоже, конечно, многим не понравится И все, это просто Это, конечно, этим вроде как Я думал, что можно обговорить в семейном Ну, в договоре брачном Но мне объяснили, что, видимо, нет Поэтому все это идет нахуй Поэтому я еще раз спрошу Зачем жениться сейчас? В чем смысл? Кроме того, что это просто красиво Я не отменяю того, что я когда-то поженюсь Сто процентов Ну, это просто случится Но Какой смысл? Вот прямо сейчас рваться к этому Я говорю, если случится Я говорю, я скорее всего поженюсь Только в один момент Ну, чтобы вы понимали Если, допустим, Нелли скажет Я хочу ребенка Все Вот после этого я поженюсь Потому что действительно в таком случае Лучше пожениться Ибо там есть свои плюшки Вот и все Только в таком случае Иначе, как будто, ну, смысла вообще никакого Не в понимании кого-либо А в вашем То есть вы четко осознаете Что лучшей женщины быть не может Потому что как только вы допускаете мысль, что нет Есть вариантик получше Вариантик получше очень быстро нахуй Ну, или может, когда-нибудь мне приспичит Я хуй знаю Вот этого нам не надо, да? Нет Мы женимся один раз и навсегда И замуж мы уходим один раз и навсегда Я категорически не поддерживаю все эти истории Пяти разводов, десяти браков И все это полное В каком плане хочет ребенка? Блять, ну вдруг Ну, за... Блять Ты понял, про что я говорю? Нет, нет, все А если Нелли хочет Нелли не хочет ребенка Вы что, ебанутые? Я знаю позицию Нелли Она вообще не хочет Я уже просто дошел до того, что мне похуй Типа Понимаете, в данной ситуации Все очень просто Я, по сути Чувак, который не принимает решения Понимаете, да? Женщина должна решать Хочет ли она ребенка или нет В первую очередь Мужик это уже скорее второе То есть, потому что Во-первых, ей вынашивать Ну, Нелли не будет вынашивать У нас будет суррогатка В любом случае Поэтому там идет больше второе То есть, именно что Она будет с ним сидеть Большую часть времени Это сто процентов Потому что это мать Понимаете, да? Там вот эти все прикольчики Там гормональные И так далее То есть Это уже другая история Если все-таки Решит сама вынести Это вообще для нее Ебейший стресс Я, честно Ну Слышал истории Иногда это заканчивается хорошо Правда Все замечательно родила Все пиздато Организм просто кайфует А иногда Ну Блядь, бывает не круто Поэтому просто Пусть решает Эля Захочет ребенка Действительно Все Я сделаю все для этого Нужное В скобочках подрачу Ну и, конечно же Там комнату Типа освобожу Я, скорее всего Студию переведу В новую какую-нибудь квартиру Сниму Я буду там Стримить Потому что я, скорее всего Вот эту комнату Я просто превращу В спальню для ребенка Вероятнее всего И буду просто там Работать Ну не знаю В этом даже Может дома Я сниму квартиру И буду там Просто вот сделаю Микростудию Буду туда ходить Подниматься Работать Типа Стримить Сделать ролики Возвращаться домой Ну как обычная работа И все За хлебом Да нет Просто ну понимаете Я отдаю себе отчет То что я Ну довольно громкий человек Понимаете, да И я не хочу Чтобы ребенок Ну вдруг что просыпался У меня уже был опыт С младшим братом И я понимаю Насколько тяжело На самом-то деле Дома находиться Когда ребенок Там Это правда тяжело Это сильно давит А при моей деятельности Но это полный пиздец Это нам не надо А мы с вами невротики Да, нам это тем более С вами не надо Нам нужна одна И один на всю нашу жизнь Понятно? Вот так вот Поскольку вы стоите В романтических здоровых отношениях Имеет место быть И для твоего мнения И для мнения Нелли Твое мнение тоже должно учитываться Не знаешь, что Ты только должен решать И вы вместе должны работать Блядь, мужик Мое мнение Учитывается С точки зрения того Если уже Нелли будет готова Понимаешь? Потому что я Ну очевидно Она будет Будешь сидеть с ребенком Чем я Это просто Ну блядь Супер очевидно Соответственно Данной ситуации Ну как бы Она, наверное Балов решения Больше имеет Это как минимум Логично Я не должен Приходите и говорить Блядь, я мужик Нахуй, я хочу Давай, блядь Это полная дурь Это полная дурь Причем даже Ну на мой взгляд Относительно Безответственная Вот и все Так, что у нас еще? Значит дальше Даже не относительно А прям Ну безответственная дурь А Жениться на ком Сказала, да? Не надо очень быстро Пытаться как-то суетиться Вот есть такая Унивротика Устория Он начинает Очень быстро Суетиться Да? Вот сейчас я там это Сейчас я там то Пятый Семьдесят на тридцать Разложил проценты Десятых Вот я там И особенно Есть такая история Тридцать процентов Спермы Бля-бля-ть Сперма С этой преданностью Очень такая странная Если вы пошли С одной девочкой На свидание Вы можете И с другой девочкой Пойти Абсолютно спокойно На свидание Не надо Как бы считать Что вы Все Вы вот Как хомячок Прихозяйки Нет Вы с одной Ходите на свидание С другой Ходите на свидание Бля-бля У меня такое было Что вы понимали Я короче С разными девчонками Хотел на свидание И первая Которая Спасила встречаться Я типа С ней встречался Чтобы вы понимали От других Я просто отсеял Ну такой выбор Выборка была Я такой типа Ну вот ты нормальная Самая Она ей согласилась Сейчас Буду с тобой Встречаться Заебись У меня было такое Ебать А чё такого Не ну объясните А в чём минус Ну у меня нет отношения Просто иду на свидание Типа знакомым С девчонками Я же их не трахаю всех Ну как бы Я просто гуляю Одна такая Давай встречаться Смотрю на неё Блядь Ну она по сути Самый пиздатый всех Ну конечно да Причём я тогда мыслял С позиции того Что ну я просто такой Типа ну Либо это будут Отношения долгие Либо мы просто Позанимаемся сексом И разойдёмся То есть ну я шёл На отношения Не на долгие отношения Понимаете Я шёл в первую очередь Типа ради Просто ну Ради того Чтобы попробовать Вот и всё Типа я такой Поебёмся Разойдёмся Если получится То заебись Вот так это было То есть не просто Ради секса Чтобы ебаться Не на два года А именно Ну с позиции Блядь Ну короче вы поняли О чём я говорю Не ради секса Блядь Я шёл С попыткой Начать нормальные отношения Я шёл С попыткой Блядь нормальных отношений Но если не получалось Я просто уходил То есть У меня короче Была такая хуйня Правила Типа Вот Букетного периода И она кстати Ебать рабочая Чтобы вы понимали Сейчас конечно Многие скажут Ебать ты долбоёб Но эта хуйня Реально рабочая Из опыта Своих отношений Я говорю Реально надо К этому присматриваться Причём кстати я говорю Девчонкам тоже присматриваться К этому моменту Потому что пацанов То же самое работает Короче Если вот Во время букетного периода Это где-то Наверное полгода Первых У вас Партнёр Хоть как-то Ебёт вам мозг Задумайтесь на том Что вам нужны Вообще эти отношения Потому что я не понимаю Как можно во время Вот этого периода Ебать мозг Своему партнёру Просто ну не понимаю И то есть Если я сижу такой У меня просто мозг Наебёт И такой До свидания Пока я просто ухожу Ну то есть Для меня это вот Было на уровне Вот так вот Я такой типа Ладно всё До свидания Я ухожу Был секс Не был секс Вообще похуй Потому что Ну ты По сути Первое вот время Просто присматриваешься Всё А если не мозг ебёт Ну тогда Чё тебе Грустить-то Вот и всё Сын Прочитай название ролика Там написано Для задрота Тут совсем другое А я не задрот Хочешь сказать? Мужик Блядь Я задрот Блядь Жесточайший нахуй Я сижу дома Играю в игры Блядь Я задрот С пятой Ходите на свидание С десятой Ходите на свидание Это абсолютно нормально Вы вообще видите Первый раз человека Не надо думать Что вы теперь Прикованы к этому человеку И она абсолютно спокойно Также может ходить На эти свидания Всё А сколько длится Конфеты букета Перёд И как понять Когда он закончился Ну Ты просто сам почувствуешь Я не могу тебе это объяснить Ну Наверное Где-то в среднем Ну полгода всегда Ну ты почувствуешь Блядь Я не знаю Как это объяснить Это нельзя На пальцах Может полгода Блядь Может Блядь Три месяца Может Блядь год Я хуй знает Зависит от тебя Ну ты просто это почувствуешь Не надо думать Всё что я говорю Сейчас Опять же я говорю Это мой Блядь Вот это Моя личная Хуйня Которую я сам Для себя настроил Всё Прислушиваться к ней Я никого не агитирую Я не говорю Что это факт И так надо делать Блядь Возможно Это вообще Какая-то Блядь Супердурь Ебаная Понимаете Я такой Я так чувствовал Типа Вот Ну это Так работает Вот и всё Для мальчиков И для девочек Вот то же самое Всё Как выбираться Из задротского Говнища Нам с вами Вот так и нам С вами и выбираться Всё Никакие мальчики Пожалуйста Не надо кидать понты Вот есть такая история Вот есть понтушники Они вот постоянно Себе Не надо Если вы идёте Хватит его душить Девочка на свидание Задавайте вопросы ей Пусть она с вами разговаривает Вот нет ничего лучше Для женщины Чтобы она говорила На свидание Не должно быть такого Что говорите много вы Пусть говорит она Вы вообще Охуенная вещь Проблема в том Что многие девчонки Пиздец замкнутые Ну говорю То есть ты идёшь Просто на свиданку И у тебя человек сидит И молчит Надо понимать Что люди Сами по себе Очень многие Они замкнутые Пиздец Очень мало людей Которые могут Прийти в новую компанию С новым человеком И начать общаться Так что Блять Вот зачастую Как это будет работать Ну я думаю У девчонок Блять и у парней В принципе в обоих случаях Вы задаёте какой-то вопрос С намёком Чтобы человек Начал разговаривать о себе Это довольно банальные Вопросы поначалу Но в принципе Вам поможет Кругозор Чтобы просто Поддержать общение Допустим Блять Самое базовое Чем занимаешься Нахуй И от этого Уже строите Говорит там Типа футбол Гимнастика Нахуй Спорт Там и так далее Любимые Там не знаю Любимые фильмы Там сразу же понимаете Просто картину человека Что блять Можно говорить Просто здесь Ваш кругозор работает Надо Разговорить Вы можете Блять Много не разговаривать О себе О себе Вообще особо не разговариваете Вопрос надо Чтобы человек Рассказывал о себе Постоянно Не потому что Вы там Бля Вычислить его Чтобы он почувствовал Нахуй себя Уютно Комфортно Рядом с вами Понимаете В чём прикол То есть Чтобы он Наркотики Скажи И свои координаты Отправить Надо реально Искать момент Блять Вы не представляете Как я нахуй Иногда Проебывался С этими моментами Вы просто Не представляете Я один раз Короче Пошёл пасать Псу Выхожу Смотрю на неё И говорю Я просто Вхожу и говорю Знаешь Я вот вышел Из туалета Хочу сказать Что Из туалета Выглядишь пизда Красивая И пошёл с ней дальше То есть Я в моменте Поделал Что я какую-то хуйню Пизданул Понимаете Поэтому Очень Важно Очень Важно Момент Подобрать Правильный И не пиздеть Вот так с хуйни Ну говорю Мне везло В двух вещах Типа Первое Я Ну Относительно Как бы Ну я понимаю Что тебе Относительно Я симпатичный Относительно Я это понимаю Прекрасно Ну вот И второе Я почему-то Несу хуйню Смешно Понимаете Да То есть Я несу хуйню Лютую Вообще кринжовую Но с этого Ржут Блять То есть Я не знаю Ну как-то Вот так Получается Я не понимаю Как это работает Обязательно Очень Клоун Ну блять Клоуны Тоже Прикольно Слушаем Чуть меньше Говорим Больше Делаем Да Значит Никто Не просит От вас Никакие Машины Бляж Вы хотите Расскажу Как я с Нелли Вот Какую хуйню Вытворял Ну то есть Как я Вообще Что блять Делал Я просто Сразу Понял Что у нас Есть Общие Общие Как бы Скажем Так Дочки Общения Блогинг Я просто Блять На протяжении Всего Сука Первого дня Я Сидел И вкидывал Шутки Про Джарахова И его рост Блять Про игры Синяка И вообще Про всех Вот блогеров Которых Можно подъебать Хоть как-то Как-то Я просто Шел 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 И всякую Хрень Несли Такого Не было Ну ладно В смысле Блять Ты А нахуй Ты смеялась Тогда Ты даже Меня не Слушала Блять Нелли Иди сюда Блять Подожди Нель Это Было Ты Что Меня Даже Не Слушала Что Нель Я Постоянно Я Постоянно Иду Говорю Смотри Ребенок Ростом Джарахова Мы там Проходим Около Бегемота Говорю Типа Ой Ебать Игры Синяк Нахуй Блять Ну чё Блять Она Она Даже Не Помнит Этого Охуеть Пиздец Блять Чтоб вы понимали Короче Как всё пошло По пизде Самый романтичный Момент В наших Нашем первом Свидании Мы пошли Короче В зоопарк Ну вы уже поняли По бегемоту И на меня Срёт Блять Птица Я такой говорю Блять Нам нужна вода И мы Короче Просто гуляли Блять По Этому Зоопарку Пытались найти воды Чтобы отмыть Говно Нахуй В этот момент Мы поняли Что мы любим Друга И всё это Сопровождалось Какими-то шутками Ебанами А я ещё новый В Москве Я короче Захожу в туалет А там Короче Ну Есть несколько раковин Большие И маленькие Я просто Вхожу и говорю Неля Ты бы это видела Там есть Раковина Я выхожу так Для маленьких людей Насморок Мне говорит Это для Детей Она говорит Так блять Одна ж Хуйня то Я сижу И короче Всё это рассказываю А я реально Под впечатлением Она сидит Ржётся С этого А я такой Блять Там раковина Вот такая Блять Я причём А причём Знаешь Я в конце говорю Я короче Ради интереса Ну первый раз в жизни Решил там помыть Ручки А короче Я говорю А это так часто происходит Я Я помню Короче Какая-то Ну Мы не могли найти туалет Я нашёл туалет Для инвалидов И я говорю Неля Неля Стой Сука на охране Если подъедет инвалид Не пускай его Я пошёл туда ссать Она Выходит Такая Я говорю Не было инвалидов И короче Она говорит Не было Всё Уходим По-быстрому Отсюда Типа Всё-всё-всё Мы сделали Дело Я говорю Я почему Ябланто Я не мог найти Нормальный туалет Я пошёл Тулет для инвалидов Потому что Не нашёл Нормальный туалет Ну да Да Там вообще Не было Гру Это вообще Пиздец Понимаете Там реально Сложно найти Туалет Нормальный А инвалиды Ну блять Для инвалидов Он не везде В кусты Блять Я говорю Я уже Ну типа Частенько Относительно Захожу Если туалеты Заняты Вот допустим На концерте Лиды Я сал Туалет для инвалидов Просто знаете Я захожу Такой получается Смотрю Стоят люди Типа Реально очередь Там Вот два туалета Стоят Три человека В женский Пять блять В мужской Я сижу такой Смотрю на туалет для инвалидов Я такой Вы чё долбоёбы нахуй Просто я пошёл Послал там Вышёл Всё Ну стойте в очереди Блять долбоёбы Я не знаю Туалет Есть туалет Блять Я смотрю Просто вокруг Инвалидов нет Всё Можно туда Ну в чём проблема Я не понимаю Там чистенько Опрятно Всё хорошо сделано Ну то есть Блять Там же Там одно место Какая нахуй разница Ладно Один раз мы сделали Прямо Мразотную хуйню Мы С Джон Таймом В общем Были в авиапарке И мы хотели кушать Пиздец Мы Взяли из Старбакса Сэндвичи И кофе И искали Где можно сесть Потому что места Нигде не было Мы ходим Ходим И тут Блять Я предлагаю Слушай Я знаю одно место Где можно реально покушать Там есть столик И всё Ну вы поняли Куда мы пошли Ужинать Вот это да Это маразотно Но если вам интересно К нам никто не стучался То есть Если бы вдруг К нам приехал бы Ой Блять Приш Короче Если вдруг Оказался бы инвалид рядом Какой-нибудь Постучался бы к нам Мы бы естественно вышли Потому что это ну Мы заняли его место У нас просто ну Ситуация сложная Нам негде было поставить поесть Вот и всё А так естественно Я осуждаю наше поведение Это максимально некрасиво Это просто знаете Только о прошлом Сейчас бы Сейчас бы я уже не стал Ну вот блять Не считая концерта лиды Но он уже тоже был в прошлом Типа Всего лишь В мае Так что вот Так что я уже другой человек Вот и всё Ничего нет Просто Прилично Открываем двери Оплачиваем счёт Делаем комплименты И ведём себя Короче всё понятно Блять Женщины не нужны Всё я понял Я понял Я понял Я понял